Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Свистклод». В рамках этой передачи мы смотрим, какие торговые идеи были у специалистов Свистклодбанка утром, какие идеи сейчас сохранились, может быть, новые появились, может быть, есть возможность войти прямо сейчас и заработать деньги. Ну а Свистклодбанк, напомню, это швейцарский банк, который очень активно котирует на финансовых рынках. Ну а меня зовут Игорь Суздальцев, и это Интерстрим инвесторов и Трейд ТВ. Давайте, коллеги, посмотрим, как вы можете утром сами самостоятельно смотреть на «Обзоры рынков Свистклода» и посмотрим на рынок на платформе MetaTrader 5 Свистклодбанка. Итак, друзья, под главным экраном есть банда «Свистклодбанк. Обзор рынков». Нажимаем на него, и здесь видим сразу несколько, так сказать, публикаций, которые могут представлять интересы. Добро пожаловать нажимать, читать, смотреть и торговать с утра пораньше. Ну а мы сейчас давайте посмотрим, что сохраняется интересного, во что можно зайти прямо сейчас. Итак, коллеги, евро-доллар. Напомню всем, что утром мы оценивали ситуацию как стабильную, спокойную. Главного обострения, какого-то громкого, такого шумного хода учений НАТО еще нет. Какие-то моменты учений уже начались. Вот мы читали утром, что в Эстонии уже какие-то действия начались. Но пока еще раз говорю, в СМИ каких-то громких таких публикаций, событий на этот счет нет. Поэтому на рынок они пока не влияют. Думаю, что на выходных более широкое может быть такое, знаете, включение. Может быть, не только на территории Эстонии, а может быть, какие-то, знаете, от Балтики до Черного моря ждут каких-то событий в один день. Вот, может быть, на выходных эти события начнутся. Поэтому, строго говоря, все ждут, так сказать, не пора ли покупать доллар. Пока нет. Пока тишина. Пятничная коррекция еще рано рассуждать. Ну и нонфарм пей роллс, который ожидается положительный для доллара, тоже будет только в 15.30. Поэтому до 15.30, а это еще, извиняюсь, 3,5 часа торговли. Можно спокойно, на мой взгляд, стоять против доллара, а потом либо закрыться, либо развернуться. Но это уже, так скажем, лотерея. Ну что, куда мы достоялись сегодня против доллара? По еврику. Картина, сразу скажу, неоднородная. Но вот по еврику достаточно хорошее движение было. 28 пипцов. Цель 30 пипцов пока так и не достигнута. Ну еще есть 3,5 часа. Я считаю, постоять можно выше, но можем пройти. Фонд доллар. Тоже он идет в правильном направлении. Сегодня на хаях он был 42 пипца показывал. Ну что вам хочу сказать. Это уже хорошие деньги. Кто показал 30 пипцов, я бы посоветовал закрыться, друзья. Тем более сегодня пятница. Пятница, понедельник, нетрендовые дни. То есть, высоко рисковые. Я считаю, для пятницы 30 пипцов по фунту хорошие деньги. Тем более, что в нем оставаться на выходных опасно, друзья. Посмотрите, какое мощное движение было за неделю. Вот по нему у меня и есть основная идея пятничного разворота. Продажа фунта перед выходными. Вот такая идея. Ну а сейчас пока стоим в нем. На мой взгляд, удариться в отметку 1,3938 мы вполне можем. Ну а туда еще 23 пипца. Это само по себе хорошие деньги. Тем более, я надеюсь, вы вошли раньше. Мы же утром эту тему обсуждали. Ну а возвращение, коллеги, посмотрите. Вот эти 4 дня. Мы видим, что ниже отметки 1,3882 не пускали. Но до этой отметки сверху, где будет верх, сверху до нее можно двигаться. Могут ли ниже пробить? Да, конечно, могут. Но я бы поставил тейк-профит на, скажем так, ближайшую идею. На ближайший тейк-профит по идее. Доллар японская иена растет. Ни о чем не говорит. Непонятно, почему растет. Заходить никуда я лично бы не стал. Доллар свейцарский франк, друзья. А он стоит на открытии. Вчера мощное снижение. Сегодня он вниз уже проходил, но 30 пипсов, по-моему, не показал. Давайте вместе посмотрим с открытия, сколько тут было пипсов. 15, да. Здесь никакие планы не реализовались. Давайте смотреть. Можно ли попробовать на пятничную коррекцию? Можно. Вчерашнее падение было мощным. Но могут захотеть продать перед закрытием недели. Но это менее интересно, чем фунт, на мой взгляд. Доллар канадец. Утро идет наверх после вчерашнего мощного падения. Здесь тоже все очень спорно, друзья. Уже сколько раз мы верили в то, что теперь доллар канадец точно развернулся наверх, а он все равно проваливается. Поэтому в очередной раз попадать в эту ловушку за год. Эта ловушка с мая прошлого года идет. Не надо. Падает доллар канадец. Ну и падает. Ну что теперь делаешь? Надо зарабатывать на падение, а не искать себе оправдание. Почему мы с маникальным упорством уже год заходим в покупки доллара по канадцу? И здесь то же самое сегодня. Ни во что не верю. Не полезно. Австралийский доллар доллар. Посмотрите. Он пробил, сделал ретест. Мне кажется, можно брать. Три с половиной часа стоят, коллеги, еще можно. Можно совершенно спокойно брать. И 30 пипсов можно поиметь даже вот с этой точки. Верю. Доллар турецкая ира. Движется наверх, но в середине торгового диапазона рискованно. Так, пробивает наверх, коллеги. Сильное сопротивление пробито. В моменте 15.351. И это очень хорошо. И дальнейшее движение вполне себе вероятно. СНП-500, коллеги. Мы с вами говорили о том, что мы уже постучались утром. Сильную зону сопротивления 4208. И дальше в пятницу строить какие-то планы по СНП-500. Дальнейшего пробоя опасно. Но в этих же пределах мы пока и стоим. И не отбились, и не пробились. Расцениваю ситуацию как рискованную. Мы ждали с утра в отметку удара 18.25. Сейчас 18.25. Пять долларов еще, я считаю, можем пройти. Также мы эксплуатируем тему ослабления доллара. На этой волне хотим прокатиться. Вчера хорошо прокатились. Сегодня уже проехали. Но я считаю, не исчерпан потенциал. Перебро. Коллеги, здесь мы рванулись наверх. Но нас вернули под вчерашнее закрытие. Мы стоим на этой отметке 27.28. И, на мой взгляд, что-то делать сейчас по серебру очень рискованно. Просто потому, что мы ровно на границе сопротивления. Можем вылететь. Я имею в виду, что может рынок вылететь против нас. Куда бы мы сейчас ни вошли. Нет, здесь рынка нет. В этом инструменте. Нефть, WTI-64.59 в легком минусе. Бренд тоже в минусе. Я жду доллар вниз. Верю. Часовой график перед нами. Но явно начали ломаться. Верю. Доллар вниз. Верю. Доллар китайский уань одно из самых уверенных движений вниз совершил. Здесь целью было 6.44.72. Цель практически была достигнута уже несколько часов назад. На мой взгляд, мы можем туда дальше пройти и добить ее. Поэтому, кто продавал раньше, тот совершенно спокойно может ждать вниз. Ну, прямо поставить тейк-профит на 6.44.72 и просто, так сказать, ждать. Ничего более конкретного не делать. Что касается доллара-рубля. Да, конечно, он в центре внимания. Он сегодня утром ударился в отметку 74.02. И отбился. 74 ровно, достаточно сильный уровень. Мне кажется, что абсолютно та же история. Если бы я постоять вниз можно или нет, я бы постоял. Во всяком случае, такого, чтобы сказать, сейчас будет резкий разворот, все опрокинется, и вы потеряете все деньги, которые вложили в проданный доллар-рубль. Я так не думаю. Насколько он продвинется дальше-ниже, это большой вопрос. Но движение может быть. Я бы здесь поставил без убыток. То есть, стоп-лосс затянул бы в положительную зону, чтобы, если вас выбило, то вы бы остались в каком-то минимальном плюсе. Можно ли покупать вечером под закрытие доллар-рубль? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Мы продвинулись достаточно глубоко за неделю. И какая-то коррекция вполне может быть. Поэтому, коллеги, на мой взгляд, то, что мы утром ставили в качестве задачи, целей, ничего не поменялось. Вы знаете, нет. Вот я себя ни в чем не могу поправить. Будет утреннего ожидания. Ну, во-первых, уже, так сказать, по фунту хороший культ пройден. Уже 30 пипсок могли заработать на нем. Ну, а мы, я напомню, основная идея заключается в том, чтобы две идеи у меня утренних. Купить фунт, постоять 30 пипсок вниз, а потом развернуться вниз. Может быть, постоять не только до закрытия сегодняшнего дня, может быть, даже до понедельника ставить. Точно так же с доллар-рублем постоять вниз до 15-30. А потом или закрыться, или подумать о развороте наверх. Тоже сделать лотерейку, в целом, на конец дня, уже ближе к полуночи, либо на понедельник даже утром. Потому что все равно, друзья, уже 7 мая, уже активная фаза учений, она не может, бесконечно ее нельзя откладывать и задерживать. Ну, то есть нельзя же 29 мая открывать начало учений. Я сомневаюсь в этом, честно говоря. Формально, тем более, уже, так сказать, кое-какие действия в кое-каких территориях идут, но массового действия пока нет. Наблюдаем, наблюдаем. Что касается в целом сегодняшнего дня, друзья, на мой взгляд, сегодня будет какой-то расколбас вечером. Не думаю, что закончится все тихо, мирно. Не думаю. И новости из Америки, и новости, прежде всего, понятно, non-farm payrolls. Я, честно говоря, удивлен вообще рассуждением о том, что миллион рабочих мест добавили, потому что новости так-то из Америки не сильно хорошие. Вот. Коронавирус не ушел, ограничения сохраняются. Есть места, где говорят, что ограничений практически нет. Вот, например, человек неделю назад полетел на каникулы, ну, на выходных, улетел туда, значит, в Майами. Фотографии в Фейсбуке размещает, пишет, все. Говорит, вот, а в Майами, типа, вообще коронавируса нет, масок нет. Единственное, что если заходишь в крупный торговый центр, то лучше маску одеть. А так, говорит, рестораны, пляжи, кабаки, ну, там еще не жарко, понятно, май. Ну, в то же время гуляние по пляжу, загорание, там все без проблем. Ну, вот, рестораны все открыты, говорит. Я не пойму, новости из Нью-Йорка, из Майами такие разные. А что тогда в Майами отменили все выставки до конца года? Вот, например, большая выставка Майами-Базель. Базель-Майами. Ну, это Арт-Базель проводят в Майами в декабре каждый год. Я уже читал, что ее не будет. Так еще до нее, кто, сколько месяцев, 7 месяцев еще, 8 даже месяцев. И уже сказали, что ее не будет. Тогда я не пойму, что у вас народ в Майами ходит без масок по ресторанам. Ну, а человек сам ходит, фотографии публикует. То есть, тут все натурально. То есть, почему у вас в Майами ходят люди по ресторанам, а выставки отменяют. То есть, тоже непонятно. В общем, как-то в мире все немножко изменилось. Вообще, мир как-то с ума сходит. Это видно и по NFT видно, и по крипте видно. Но, смотрите, крипта держится на таком уровне. Ну, что это? 56 тысяч опять за одну единицу. Поразительно, конечно. Я думаю, что все-таки это безумие, оно в какой-то мере будет проходить. Но нельзя так, чтобы ты вложил деньги в ничто, еще и вечно на этом зарабатывал. Да, просто. Думаю, что все все потеряют. Неизвестно, кто эти деньги съест. И просто сайты, где это все покупалось и продается, в один день закроются. Все, что-то не сложилось как-то. Поэтому то, чем мы занимаемся, хотя некоторые люди говорят, ой, это уже меньше интересно, все эти ваши акции, облигации, валюты, опционы и так далее. Уже даже опционы, хотя казалось бы, недостаточно, ну, скажем так, ну, относительно недавно начали их по-крупному пиарить. Вот. Нет, уже все воспринимается как что-то усталевшее. Это уже все, сейчас все это, токены, шмокены в лидерах. Не верят, не верят. Во всяком случае, сам бы не полез. Поскольку настолько это не привязано ни к какому, скажем так, устойчивому источнику, что в любой момент эта пена может сойти. Самое главное, что при сходе пены можно потерять все, все заработанные деньги. Вот в чем опасность-то главная. Поэтому пока, во всяком случае, никакие новые форматы работы по инструментам я веду, я не предусматриваю. То есть вот то, чем мы занимались, теми направлениями, теми, я считаю, надо заниматься. Но новые форматы подхода мы будем делать, новые мероприятия, новые конкурсы, все эти идеи есть. И я думаю, что мы в ближайшее время, как только коронавирус и в России окончательно спадет, чтобы уже можно было спокойно ездить. Я уже месяц не могу встретиться с одним из людей, который сам тоже со мной хочет встретиться, побеседовать по плану на вторую половину года. Ну вот не едет он в центр Москвы и все. А туда куда-то далеко за город ехать, это неудобно, я там не был никогда. А он говорит, нет, я пока вот побуду здесь на даче, как он говорит, но на самом деле это большой загородный дом. Ну вот, надеюсь, все-таки в Москве он будет. Да и масса таких вещей. Даже мне надо поехать в одну из гостиниц, поговорить насчет выставки в июнь. И тоже вот откладываешь, думаешь, блин, лишний раз не кататься. Но я думаю, в ближайшие дни, конечно, придется. Поэтому, друзья, давайте мы будем все вместе все-таки активнее уже выходить из дома. Хотя страшно, понятно, не спасают. Вот я вам говорил, в конце апреля один из моих товарищей, ну, как бы, скажем так, не старый человек, откровенно скажу. Вот. Поднялась температура 37,2. Небольшая температура. Я бы, может быть, даже не заметил. Да и он не заметил, жена заметила. Повезли в больницу. Представляете, через сутки уже был в больнице. И что это ему дало? Через сутки попал в реанимацию. Вот это искусственная вентиляция воздуха. И там через 2-3 дня буквально уже скончался. Вот и все. 5 дней. Абсолютно здоровый человек. С одним единственным признаком. Легкое повышение температуры. Вот. Когда уже попал в больницу, начали сканировать легкие. Да, оказалось, там уже большое поражение легких. И просто не успели спасти. Хотя все сделали вовремя. И в реанимацию там. И все. Ну, нет. Не спасают. Поэтому, друзья, конечно, 5 раз подумаешь. Я поэтому людей вроде зову. Давайте, давайте. А когда сесть подумать самому, то тоже 5 раз подумаешь, ехать, не ехать. В общем, пока вся эта, если этот раздрай сохраняется, в общем-то, пока экономика, она, конечно, стоит. Что там говорить. Поэтому размышлять пока о резком росте нельзя. Но, посмотрите, перевозки морские выросли резко. В 10 раз, в 14 раз выросли по разным морским перевозчикам. Первый квартал, по сравнению с четвертым, вырос в 10 раз оборот морских перевозок. Ну, то есть, уже все равно, в каких-то территориях мира, уже все, обратный процесс пошел. Возвращение экономики к жизни. Будем надеяться, что и у нас этот процесс будет активизироваться, и мы все вернемся к активной жизни. Понятно, что это отразится на всем. В том числе и на курсе рубля, который мы сегодня подробно обсуждали. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.